Привет, друзья! Сегодня я решила снять для вас видео про свои топ-5, потому что мне кажется, я давно не снимала для вас видео из серии топ-5. И сегодня я хочу рассказать вам про 5 своих самых любимых масок для лица. И мне кажется, что где-то год назад я снимала для вас видео с 5 любимыми масками. Возможно, я путаю, но точно собиралась. В любом случае, это новые маски. Не про одну из них я там не говорила, потому что я люблю маски. Я часто их делаю, я часто пробую новые маски, и поэтому я хочу с вами поделиться своими находками. Просто, чтобы вы понимали, в случае, если вы не в курсе, у меня очень жирная и очень проблемная кожа. Поэтому вот тут будут довольно универсальные маски, а будут вот именно для такого типа кожи. Я, кстати, думаю снять отдельное видео про мои любимые маски для жирной и проблемной кожи. Если вам интересно, то я их сниму. Итак, мои любимые маски. Вы, наверное, знаете, что я очень люблю тканевые маски. Я их просто обожаю, я стараюсь их делать минимум раз в неделю, и у меня в этом плане есть новый фаворит. Это марка Etude Organics. Она недавно появилась у нас на рынке, и они делают очень много разных тканевых масок. Но мои самые любимые вот эти вот фруктовые. Они называются маска Slice. Тут есть инжир, манго, кокос. У меня был гранат, еще какая-то. В общем, я уже парочку сделала, еще несколько у меня осталось. И я просто знаю... И те, которые я сделала, они мне очень понравились. То есть это одна из тех масок, которые вы носите, и вы чувствуете эффект. В целом, все маски, про которые я вам сейчас буду рассказывать, вы сразу видите эффект. Я люблю маски, которые сразу дают эффект, потому что мне кажется, что в этом вся фишка маски. Моментальный эффект. И здесь это именно оно. Больше всего я люблю тканевые маски, когда я лежу в ванной. То есть я лежу, расслабляюсь, я ношу эту маску, и там через 15-20 минут я ее снимаю, и моя кожа прекрасная, и увлажненная, и выглядит хорошо. Это вот то, что я ищу в тканевые маски, и вот эта марка, безусловно, это делает. Но в целом упаковки, конечно, просто мне подкупают, они очень прикольные. Поэтому это мои любимые тканевые маски. На данный момент я в них просто влюблена. Следующая маска, мне кажется, вы понимали, что здесь не обойдется без маски Корос, потому что это одни из моих самых любимых масок. Я разрывалась, какую из них включить в это видео, потому что у меня их три, и я их люблю примерно одинаково. У меня есть с грейпфрутом, у меня есть с дикой розой, они обе улучшают цвет лица, и они на самом деле работают. Но я решила вам рассказать вот про эту, потому что она у меня относительно недавно. Она с зеленой глиной, и она рассчитана как раз на жирную кожу. Она очень хорошо очищает, в целом, все, что содержит глину, хорошо очищает кожу. Но эта маска очень мне нравится тем, что при том, что она очищает, она очищает очень нежно. То есть она совершенно не сушит кожу. И именно благодаря этому я очень люблю использовать ее по утрам. Большинство, абсолютное большинство своих глубоко очищающих масок я использую по вечерам. Перед тем, как я ношу какую-нибудь супер увлажняющую там сыворотку и крем, и оставляю на ночь. Это абсолютно не травмирует и не сушит мою кожу, поэтому я ее ношу с утра. И она впитывает в себя вот все излишки жира, которые есть у меня в коже. Она хорошо ее очищает, и поэтому у меня в течение всего дня кожа более чистая и более матовая, что здорово. Поэтому это абсолютнейший варит, я ее просто обожаю. И в целом я всегда хвалю эти маленькие масочки, они прекрасные. Друзья, на самом деле, мне еще только предстоит попробовать маску Corus, которая мне не понравится. Следующая маска, это тоже очищающая, я также люблю ее делать с утра. И это 3 в 1. Это, сейчас я вам зачту. Это заявлено как 3 в 1 очищение, скраб и маска. Марка называется Siberian Health. Я совсем недавно познакомилась с этой маркой. И вот эта маска меня очень приятно удивила. В ней есть скрабирующие частички, но они совершенно не грубые, то есть они не травмируют кожу. И ее нужно оставить всего на 3-5 минут, что очень здорово и быстро, и как бы экономично в плане времени. То есть если мне нужно какое-то экстра очищение с утра, я ее наношу, и пока я чищу зубы, она уже делает свое дело. Вот, но я смываю, все, моя кожа шелковистая, очищенная и прекрасная. При этом, опять же, не пересушенная, не травмированная вот этими скрабирующими частичками, которые есть, но они очень какие-то нежные в этом плане. Поэтому где-то вот раз в неделю я стараюсь ее делать с утра. Она очень хорошо очищает кожу и возвращает ей здоровый цвет лица благодаря вот этому очищению. Поэтому по утрам я ее прямо очень-очень-очень люблю, прям мой безусловный, один из моих безусловных фаворитов. Это единственный скраб для лица, который я использую, потому что большинство скрабов содержат очень грубые частички, и они травмируют кожу. Поэтому вот там мой косметолог мне вообще запрещает пользоваться скрабами, и я, я надеюсь, ты не против, что я этим пользуюсь. Я очень боюсь, что она на меня ругается после этого видео. Но мне это нравится, и оно, мне кажется, не травмирует вот имеющиеся у меня прыщки. И вообще, если она не делает это хуже, потому что одна из проблем со скрабами, они как бы сдирают прыщики, которые у вас есть, и разносят инфекцию. Это одна из причин, почему с проблемной кожей лучше не делать скрабы. Но этот такого со мной не делает, поэтому это какой-то уникальный скраб для меня. Следующая маска, она тоже очищающая, и это Хималайя, это очищающая маска-пленка с нимом. Это их, мне кажется, новое средство, они мне его представили на обзор, поэтому спасибо. Я очень люблю концепцию масок-пленок, но зачастую маски-пленки, они отрываются шматками, то есть очень сложно снять их равномерно. Но эта маска, она не такая. Она, на самом деле, снимается без проблем, и она очищает кожу. Это одна из тех масок, которые я чувствую очищение. И настолько, что я ее делаю только по вечерам, максимум раз в неделю. Она очень хорошо очищает, и она оставляет такое приятное, свежее чувство на коже. Я не могу это передать словами, но вам нужно ее попробовать. Особенно, если вы любите очищать как-то экстра кожу. Мне кажется, что она подойдет не только для жирной кожи, хотя она заявлена как вот для проблемной кожи. Мне кажется, что если у вас нормальная кожа, но просто вы иногда хотите ее особенно глубоко очистить, там, не знаю, раз в месяц, это будет очень хороший вариант для вас. Оставляйте на 15 минут, снимайте, и кожа... Я вот после этой маски, я чувствую, что моя кожа дышит. Поэтому я знаю, что она работает, она точно очищает мои гадкие поры. И последняя маска, она не совсем такая же, как все остальные. Это маска для области вокруг глаз. Я в первый раз пробую формат маски для области вокруг глаз, потому что, ну, я использую либо патчи, либо просто крем наношу. Это марка Leorex, это называется Booster Gold, и она на самом деле золотая. Она золотистая, она с блестками, вы ее наносите, а потом она высыхает, основится белой, и в этот момент вы знаете, что пора ее смывать. Leorex – это не самая бюджетная марка, она довольно дорогая, но тем не менее, это маска эффект, который я вижу. Во-первых, она, ну, учитывая, что вы это носите на область под глаза, ну, относительно большая. Я ее стараюсь носить, стараюсь, через день, потому что, когда я ее ношу через день, я вижу все больше и больше эффект. То есть, я вижу эффект и в первый раз, когда я ее наношу, там, если я это делаю раз в неделю, потому что кожа под глазами становится... Если вам 20 лет, вы не поймете, о чем я сейчас говорю. Если вы примерно того же возраста, что и я, вы оцените это. Она становится менее уставшей. Я не знаю, как вот это правильно описать словами, она становится менее уставшей. То есть, синяки под глазами становятся меньше, морщинки визуально становятся меньше, и в целом есть ощущение, что глаза какие-то более отдохнувшие. Есть ощущение, что вы поспали этой ночью, поэтому это моментальный эффект. Я очень люблю эту маску. Я ее часто делаю по вечерам. Иногда, если вот с утра, я знаю, что днем нужно выглядеть хорошо, я ее делаю. Стараюсь делать через день. Не всегда успеваю, но минимум раз в неделю я ее делаю обязательно, потому что я вижу от нее эффект. Это, я считаю, что одно из тех средств, в которые стоит инвестироваться, особенно в определенном возрасте, когда ваши глаза и морщинки вокруг них начинают вас выдавать. Тут, я полагаю, что пора купить эту маску. И это мои топ-5 любимых масок для лица. У меня есть много масок. У меня есть еще очень много масок, которые мне очень-очень нравятся, но я сделала над собой усилие. И что сказать вам только про самые-самые-самые, которые меня впечатляют и которые каждый раз дают мне тот эффект, на который я рассчитываю. Поэтому, если вам интересно, я сниму отдельное видео про маски для проблемной кожи. И я не исключаю, что через год я сделаю еще одно видео с топ-5 своими любимыми масками. Но просто это будут уже другие маски, потому что у меня довольно люблю маски. Часто их покупаю, скажем так. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за просмотр. У меня на губах блеск Shiseido, оттенок PK304. Туториал с этим макияжем либо уже на канале, либо скоро будет. Ожидайте. Спасибо вам большое за просмотр. Я всех вас очень-очень люблю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok